девушки здравствуйте вещая сегодня из своей ванны святая святых очень было много вопросов жанна как вы укладываете волосы вы так просили я решила все таки да конечно надо показать хочу сказать я не парикмахер поэтому я делаю так как мне нравится просто покажу вот в те локоны которые у меня получается которые вы видите в эфире вот я вымола голову высушила просто голова вниз феном высушила вот они у меня получается вот такие свои они мне недостаточно прямые но при этом они и не кудрявые немножко пышные длина средняя волосы большей степени тонкие но не совсем тонкие то есть если из тонких они не самые тонкие но все-таки после того как я их высушила следующий шаг для того чтобы придать объема я сначала сушу голову потом я делаю макияж и после того как я высушила голову я беру еще и волосы собираю вот так вот в хвост такой достаточно тугой именно вот тут вот на макушке и делаю вот такой хвостик и какое-то время хожу вот этим хвостиком потому что вот этот небольшой зажим самое главное не долго он тоже дает объем то есть буквально там не 15-20 минут сделать макияж потом я смываю снимаю резинку и у меня волосы как будто бы чуть-чуть приподняты иногда я это делаю даже на ночь вынула голову даже чаще так делаю затем высушила делаю вот этот хвостик ложусь с ним спать в течение ночи я потихонечку он у меня сползает или я его снимаю и утром у меня тоже есть но такой как бы легкий естественный объем затем после того как я снимаю резиночку если это например я потому с утра делаю укладку то следующий шаг это вот такие вот щипцы называется гофре они такие достаточно маленькие вот вот прям практически чуть больше моей ладошки и делаю прикорневой объем очень и очень быстро и не совсем уж по всей голове в основном это где-то вот ну так вот центральная часть макушку делаю но совсем немного чтобы во первых нужно несколько прядочек это вот так вот приблизительно не прядочек а такой ряд волос убрать зачем для того чтобы у вас не было гофры прямо так вот сверху гофры нужно делать вот здесь и вот здесь не по всей длине . вот только у корней я набираю вот так вот волосы так сразу не получится давайте обычно вот отсюда делаю раз набрала вот такую прядочку беру гофрышечку близко к корням я делаю потом так вот раз два три 4 5 все видите я долго не держу при этом получается вот такая небольшая небольшие складочки следующий шаг раз беру и вот так вот буквально раз два три 4 5 все этого достаточно не держу еще раз говорю а просто очень сильно стараюсь зажать с другой стороны мой другой стороны следующая все достаточно и даже много тела потому что продемонстрирую так беру следующие прядки вот смотрите даже видите уже объем стал больше эти волосы я распущу они мне вот так распадутся и вот этого гофре будет практически не видно но даже если немножко видно найти я не переживаю теперь вот здесь раз все достаточно следующее это у меня занимает вообще не долго времени наверное ну максимум минут десять вот я таким образом делаю с этой стороны затем с этой стороны и конечно же сзади сзади можно чуть-чуть побольше 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 это пониже имеется ввиду принцип такой же посмотрите сейчас волосы распущу и вот эти волосы закрывают гофре вот видно с этой стороны видите вот такой прикорневой объем он уже очень хороший макушка раз-два-три-четыре-четыре-четыре-четыре следующую прядку прямо так руками беру как получится все раз-два-три-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре не принципиально следующее там если что-то пропустили не криминально это неважно в основном вот это вот гофре которая делается она все равно будет давать объем все сзади все так ну и теперь осталось вот эта половинка следующий шаг новая плойка вот она конусная при этом она видите еще можно и вот так вот зажать волосы в этом случае мне это помогает средняя температура из трех 170 200 230 у меня двести стоит на принципе на 170 мне тоже будет нормально нас максимальный я никогда не завиваю волосы чтобы дополнительно их не выжигать так теперь распределяю волосы на прямой пробор как они у меня обычно лежат и беру можно сзади начинать можно давайте попробуем сзади так вот беру тоже опять прядочку вот такую толстенькую зажимаю вот так вот и потом начинаю накручивать закручивать и держу прядка достаточно толстая подержала немного достаточно все беру следующую прядку тоже вот знаете как получится не распределяю как-то там определенным образом образом по зонам самое главное когда я закручиваю чтобы на закручивалась еще видите от корней держу чтобы объем был опять же что очень важно опускаю следующую прядочку беру опять вот так набираю и раз накручиваю накручивала не закручиваю сами хвостики таким образом я их не пережигаю кончики волос и нету такой знаете как бы как кудряшка мальвина достаточно самые нижние не делаю вот вот у меня уже получается сзади кудряшечки какие-то там получили теперь сбоку беру прядь и вот тот стараясь тоже объем дать видите как тут я даже вот так закручиваю держу от корней у меня чтобы вот по объему не были подержала хватит следующую дыру а вот тут мне удобнее просто удобнее я делаю вот так беру и закручиваю все равно видите что от корней у меня они прямо как вот стоят следующую как ты там взялась прядочка непонятно как не ладно закручиваю подержала отпускаю теперь ближе к лицу по тому же принципу вот так принципе у меня в общей сложности чтобы накраситься накраситься высушить голову и уложиться занимает около часа это если мне например надо быстро а если мне не быстро то я могу это делать потихонечку за полтора часа смотрите улица это делается вот таким образом чтобы волосы от лица стояли для меня это важно я люблю то что я терпеть не могу когда у меня на лице волосы мне это так раздражает мне начинает чесаться лоб поэтому я всегда все укладки делаю конечно же от лица так вот эту прядочку тоже даже если такая плотненькая не знаю попробуйте может быть у вас получится тоже надо приноровиться видите кончики не подкручены они как будто бы вот ну вот натуральные так и остались это важно тогда углю не получается такая вот кудряшка с юток там какие-то волосы мне кажется тут нужно и вот потом похожу минут пять можно чуть-чуть лаком но не сильной фиксации а потом пальчиками распределяю сейчас покажу вот таким то образом подкрутила с этой стороны все этого достаточно потом вот так вот немножко лака и походить пять-десять минут хотя может быть если нету времени просто голову вниз получается уже вот такой вот объем теперь начинаю распределять вот видите они как очень хорошо держится мне такой укладки хватает на два а то и на три дня конечно они немножко разовьются естественно поэтому если мне нужно на следующий день там или через день я могу еще чуть-чуть подкрутить но уже не так полностью а в основном только вот где-то около лица такие поверхностные распределяю распределяю чтобы был больше объем я подкручивала на прямой пробор теперь если пробор чуть-чуть может быть сделать такой хаотичный кривенький то будет более объемные волосы так потом вот таким образом распределяю распределяю за ушко приподнимаю ну вот моя сейчас укладка кстати чтобы придать объем дат на следующий день с утра просыпаюсь опять беру обычную резинку делаю тугой хвостик походила какое-то время и волосы опять как будто бы у корней становится больше так мне не нравится делаю вот так не нравится так сделаю вот так все потом чуть-чуть фиксируем также для объема что еще я делаю я иногда делаю на затылке когда это необходимо сейчас нет необходимость начался небольшой миром так вот прядочки раз и чуть-чуть по корней раз чуть-чуть у корней все достаточно потом у меня есть такая расчесочка куда я ее тело так вот нашла тизер расчесываю чтобы там не было гнезда так вот еще что я использую у меня есть еще одна такая такое средство которое помогает кстати может быть для многих это будет актуально это не реклама завтра кстати у меня будет немножко другое еще средство для теста это такой спрей для корней волос волос волосы я крашу по поводу того какие-то красители я укажу еще раз под этим видео также у меня есть отдельное видео еще там где волосы у меня были по длине и я рассказываю и показываю какие краски я использую это спрей для корней волос холодно каштановой то есть чтобы если волосы отрастают или у вас например достаточно много седых волос то чтобы не подкрашиваться да там каждую неделю это нереально то вы делаете вот так вот вот этот спрей немножечко сболтали и потом на корни получается такая вот как бы сухая пудра как сухой сам шампунь только окрашивающий вот таким образом у вас не надо всю голову нужно в основном только как раз пробор где у вас видно седые волосы у меня пока седых нет но периодически особенно что касается работы с камерой бывает свет так выставляется что такое впечатление что волосы просто очень редкие и поэтому вот такой приемчик закрашивания сейчас еще раз покажу вот все видите уже темные это не один единственный цвет валореаль продается абсолютно везде по моему представлено около семи цветов поэтому есть и для светлых волос и для более темных вы можете выбрать тот вариант который будет оптимально голову помыли и все и у вас это средство смылось как шампунь то есть очень хороший вариант для того чтобы каждый день поддерживать это там голову в отличном состоянии ну вот вы заглянули в мою ванную комнату спасибо вам за внимание если было полезно я буду очень рада если вы знаете какие-то новые фишечки приемчики как можно сделать объемные волосы тоже буду очень рада если вы для себя что-то новенькое узнали напишите в комментариях мне будет очень приятно спасибо огромное до новых встреч